Главным событием недели, безусловно, стало торжественное открытие главной городской елки. Полюбоваться тем, как засияют ее огни, со всех микрорайонов Искитима съехались в парк Каратеева ребятня и взрослые. Не дожидаясь официального открытия, детвора с ледянками и ватрушками штурмовала горки, чтобы спуститься вниз лихо, с ветерком. Молодежь с удовольствием делала селфи на фоне снежной скульптуры с изображением символа нового 2020 года, чтобы собрать максимально большее количество лайков в соцсетях. Мороз не пугал сибиряков и в назначенное время горожане собрались у сцены, где их приветствовал глава администрации Искитима и поздравлял с наступающим Новым годом и Рождеством. Новый год это, наверное, такое время, когда принято не просто друг друга поздравлять, а когда принято подводить итоги и строить какие-то планы на будущее. Я хочу сказать, что 2019 год для нашего города был достаточно плодотворным. Очень много было сделано в плане ремонта, в плане строительства, в плане благоустройства. Надеюсь, что Новый год, 2020, будет не хуже. И мы все вместе, жители города, депутаты городского совета, администрация города Искитима, сделаем наш город еще более чистым, еще более уютным, еще более красивым, еще более привлекательным для жизни. Поздравляю всех еще раз с наступающим Новым годом, всем хорошего настроения, отличного здоровья, не болеть и очень радостно и весело встретить Новый год. В преддверии праздника в городе по традиции проходил конкурс «Искитим новогодний» по оформлению зданий и прилегающих территорий. Каждая организация и учреждения, откликнувшиеся на приглашение, старались проявить выдумку и фантазию, иллюминацией, игрушками и плакатами, делая город краше. По результатам конкурса победители наградили грамотами и денежными призами. За третье место 2,5 тысячи рублей получили супермаркет «Продсип», ГТЦ «Искитима», школа номер 2 и детский сад «Колокольчик». За второе место почетные грамоты и 4 тысячи рублей вручили руководителям Искитимского ЦУМа и музея, а также школы номер 5 и детского сада «Росинка». Денежный приз в 6 тысяч рублей и грамоты за первое место достались лидерам конкурса. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» директор «Шот» Артур Артурович. Почетные грамоты награждается коллектив общества с ограниченной ответственностью «Искитимский» Шивер, генеральный директор «Полянская» Раиса Ильинична. Почетное первое место в конкурсе «Искитим новогодний». Почетные грамоты главы получают муниципальное, бюджетное, дошкольное, образовательное учреждение «Детский сад» номер 5, «Золотой ключик», заведующий Чернослив Оксана Сергеевна. Почетные грамоты главы города «Искитима» и «Денежный премия» в размере 6 тысяч рублей. Получает коллектив, занявший первое место в конкурсе «Искитим новогодний» муниципальное, бюджетное, дошкольное, образовательное учреждение «Детский сад» номер 25, «Медвежонок», заведующий Люкно Татьяна Николаевна. Официальная часть программы на сцене сменилась новогодней сказкой, подготовленной специалистами управления культуры. Кто, как не они, умеют вселить надежду в чудесное свершение желаний и подарить праздник? Я готов ехать к вам поздравлять, радости желать. В каждый дом загляну, елочку зажгу, всем девчонкам и мальчишкам праздник подарю. Дружно подарочки в сане отнесем. На оленях их ребятам развезем. Чтоб в Новый год вошло чудо в каждый дом, чтоб смех и радость жили в нем. Куклы, конструкторы – это для детей. Но для взрослых подарки посложнее. В театрализованном представлении царили персонажи зимних сказок – Снеговики, Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Сказочный новогодний эскетим объединил вокруг главной елки города жителей всех его районов. Это помогла выяснить звонкая перекличка. Волшебный словно сон северный микрорайон тоже с нами сегодня. Серьезный и реальный микрорайон индустриальный. Привет! Зима веселая пора. И громче всех кричит «Ура!» Примерно идеальный микрорайон центральный. Ого! Улыбчивый и дружный микрорайон южный! Нарядно украшенный парк, невзирая на мороз, располагал к прогулкам. Эскетимцы с удовольствием встречали и приветствовали знакомых. Поздравления и пожелания были главной темой разговоров. Ростовые куклы вызывали улыбки прохожих. Пританцовывая и обнимаясь со всеми желающими, они без устали фотографировались с детьми и взрослыми. А символ наступающего 2020 года пользовался особой популярностью и вниманием. Уважаемый символ года! Ваши поздравления к Новому году очень хотелось бы услышать для горожан. Ну, чтобы, во-первых, все были здоровыми, счастливыми, чтобы дома у всех было благополучие, успех. Хорошая вся работа и больших-больших денег, так как в магазинах большие-большие цены на все продукты. Вывод как символ года. Что можете гарантировать эскетимцам? Что у них должно быть в Новом году? Ой, ну я даже не знаю. Да все то вот то, что они захотят и пожелают тебе в Новом году. С Новым годом! Праздничная атмосфера царила в морозном воздухе, а сказка шла своим чередом. Дети с нетерпением и волнением наблюдали, как пираты на сцене пытались испортить праздник, надеясь, что этот номер у них не пройдет. За милами делится город мой, по дорогам стелится пеленой. Нравятся морозы ей еще как, и румянец розовый на щеках. А если мы не спрятаться, не сбежать, значит будем елочку наряжать. Апельсины, яблоки, ананас, прячу по чуточку, праздновать. Новый год, Новый год, елка, шарики, бабушки. Новый год, Новый год, близко тебя все подним. Новый год, Новый год, всем подарки по подушке отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. За танцами, шутками и песнями не заметили, как настал долгожданный час, когда Дед Мороз скажет главные слова. В мастерской своей, в избушке, я готовил Новый год. И петарды, и хлопушки, чтоб порадовать народ. Всем на радость горсти смеха, плюс бочоночек успеха. Черпачок больших событий, пять щепоточек открытий. Сказок сотни в детский сон, капель дружбы миллион. Зерна правды, доброты и душевной красоты. Мой подарок принимайте, Новый год, друзья, встречайте! Лесная елочка, краса, велю, оденься празднично. Пусть будут нынче чудеса, здесь, в Искитиме сказочном. Гори сквозь снега белый мех, огнями и игрушками. Звени, звени, ребячий смех, греми салют хлопушками. Радость всем вокруг дари, наша елочка, гори! С Новым годом! С Новым счастьем! Жить, как в сказке, пожелали герои всем Искитимцам и его гостям. Смело загадывать желания и уверенно идти вперед к реализации задуманных планов, чтобы все получалось и свершалось в назначенный срок. С Новым годом, Искитим! Наш выпуск подошел к концу. Пусть новогодний праздник станет самым ярким и запоминающимся, а Новый год принесет все самое лучшее в каждый дом, в каждое сердце. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Всех вам благ! С Новым годом!